Сегодня председатель кабинета министров Чуваши Иван Маторин провел заседание рабочей группы по организации эффективной работы по защите прав граждан, участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действия или бездействия застройщиков. По состоянию на 3 сентября в реестр проблемных объектов включены два многоквартирных дома. От недобросовестных строителей пострадал 161 человек. 78 из них ждут жилье в строящейся позиции 3 по проспекту 9-й пятилетки. С ноября 2014 года там возобновлены строительные работы, а в начале года с долевиками заключены дополнительные соглашения. Сейчас земельный участок проходит процедуру регистрации в рекпалате. На объекте ведутся строительно-монтажные работы, а также согласован план теплоснабжения. Второй долгострой – позиция 11Б по проспекту трактора строителей. Здесь жилье ждут 83 человек. Строительная компания сейчас заключила с 34 дольщиками соглашение, а у 7 выкупила права на квартиры. 5 участников отказываются доплачивать. Сейчас на объекте завершаются штукатурные и кровельные работы, а также ведется благоустройство территории. Предполагается, что оба дома будут сданы в четвертом квартале этого года. Что касается нарушения законодательства в сфере долевого строительства, то специалисты советуют обращать внимание на ряд позиций. Самое главное, я считаю, что при заключении договора на незавершенное строительство, нужно, чтобы договор именно назывался договор долевого участия. Только в этом случае этот договор будет регистрироваться в регистрационной палате, и только в этом случае органы исполнительной власти могут проконтролировать деятельность застройщика, в том числе и финансовую. Ну и второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это чтобы граждане приобретали жилье у проверенного застройщика, которое не один год уже существует на рынке строительном, который имеет уже определенные объекты, где гражданин может приехать и посмотреть качество выполняемых работ.